Вета президента на закон о криптоактивах, выпуск цифрового доллара, закрытие проекта Digital Banking в Google, внутренняя валюта в Tinder и запуск платформ совместимости цифровых валют от Visa. Друзья, с вами Ukrainian FinTech Hub и это дайджест новостей на 8 октября. Делайте громче и начнем. Владимир Зеленский витировал закон о виртуальных активах, призванный легализировать криптоактивы в Украине. Свои решения он аргументировал тем, что проект потребует создания нового органа центральной исполнительной власти, который должен регулировать рынок виртуальных активов. А это повлечет значительные расходы из госбюджета. Нужно больше золота. Поэтому Зеленский предлагает переложить эту функцию в национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Напомним, что закон о виртуальных активах принят во втором чтении и в целом 8 сентября. На данный момент Украина входит в топ-10 стран по прибыли от биткоинов, а в августе наше государство занимало 5 место в мире по использованию криптовалют. А что вы думаете об этом законе и в вето? Напишите нам в комментарии. Куда? Вправо, влево? Я вправо. Вправо, смотри, я сейчас расскажу инструкции по Тиндер. Значит, вправо лайк, влево типа дизлайк. Вправо типа крутой чувак, влево типа дстойный чувак. Все. А за это еще и бабосы платят. Тиндер ведет виртуальную валюту в приложение, чтобы заставить пользователей проводить больше времени на сайте и в конечном итоге платить реальные деньги. Внутренняя валюта станет в Тиндере способом монетизации неподписчиков, позволяя им совершать разовые покупки. Сообщается, что активные пользователи будут получать монеты бесплатно. Их можно будет купить и за реальные деньги, как любые другие продукты внутри приложений. Монеты можно будет использовать для приобретения таких преимуществ Тиндер, как Super Likes или Boost, которые по заверениям сервиса помогут найти наилучшую пару. Виртуальная валюта будет запущена в первую очередь в Австралии в конце этого месяца. Срок запуска пользователей из других стран не упоминается. Монеты бесплатно! Их можно будет купить, но я не вначале пошутил. Федеральная резервная система США начнет изучать преимущества в риске выпуска американской цифровой валюты. Мнения об электронном долларе у чиновников разделились. Защитники цифрового доллара считают, что это шаг ускорить оборот средств и привлечет больше людей, у которых нет банковских счетов. Впрочем, главным стимулом запуска цифрового доллара называют желание США не отставать от других стран, в которых CBDC уже готовят к внедрению. Вместе с тем противники цифрового доллара обращают внимание на его недостатки. Эксперты уверены, что американцы предпочитают наличные, и в случае введения цифрового доллара власти смогут проверять любое движение денег, что уменьшает конфиденциальность. Поэтому власти сначала обратятся к общественности, чтобы узнать реальное мнение людей. Виза работает над универсальным платежным каналом UBC, который обеспечивает взаимодействие между различными цифровыми валютами, такими как CBDC и частные стейблкоины. Специалист по продукту Visa Global CBDC Кэтрин Гу предлагает считать платформу универсальным адаптером между блокчейнами, позволяющей центральным банкам, предприятиям и потребителям беспрепятственно обвиниваться ресурсами, независимо от форм-фактора валют. Такая система, к примеру, позволила бы кому-то в США отправить 500 долларов другу в Лондоне, причем эти средства автоматически конвертировались бы в цифровые британские фунты, прежде чем они поступили бы в кошелек CBDC. По мнению экспертов Visa, для того, чтобы CBDC были успешными, они должны иметь две основные составляющие. Первое – отличный потребительский опыт и широкое признание продавцов. Это означает возможность совершать и получать платежи, независимо от валюты, канала или форм-фактора. Компания Google не будет предлагать пользователям банковские счета в рамках проекта Plex. Поисковик сворачивает программу банковских счетов. В рамках проекта пользователи платежного сервиса Google Pay должны были получать возможности открывать персональные цифровые счета. Для этого Google подписала ряд соглашений о сотрудничестве с такими партнерами, как Citigroup, Стэнфордский федеральный кредитный союз и другие кредитные компании. Они должны были обеспечивать эмиссию специальных дебетовых карт, которые были бы синхронизированы с Google Pay. Однако возникшие проблемы, на которые наложились последствия пандемии, уход руководителя отдела Google Pay, Цезарь Сенгупта, заставили компанию несколько раз менять дедлайны. В конечном итоге было принято решение закрыть проект Plex. 30 октября в Почайный ивент-холл в Киеве пройдет конференция «Жить на проценты», организатором которой выступает профильное издание о финансах в Украине Минфин. Эта конференция для тех, кто осознает ценность времени и цен утраченной возможности, имеет сбережения от 3000 долларов и хочет инвестировать их с лучшей доходностью и приемлемым для себя лично уровнем риска. А для наших подписчиков небольшой бонус. Мы разыгрываем два билета на это мероприятие. Условия конкурса достаточно простые и вы найдете их в описании под этим видео. С вами был Ukrainian FinTech Hub и наш дайджест новостей. Оставайтесь с нами на одной финтех-волне, подписывайтесь, ставьте лайки и забирайте крутые призы от Ukrainian FinTech Hub.